Ремонт пяти поликлиник и третьей горбольницы, проектирование дорог и строительство инженерных сетей на землях, выделенных для многодетных семей. А еще оснащение школы на полторы тысячи мест в Восточно-Кругляковском микрорайоне и детских садов в поселках Индустриальный и Плодородный. Средства на это выделили сегодня краснодарские парламентарии на очередном заседании Гордумы. Казна Кубанской столицы пополнилась на 568 миллионов рублей. Это деньги из местного бюджета и почти 500 миллионов мы получили из краевого бюджета. Все они распределены по статьям расходов на решение очень важных вопросов муниципального образования. Около 10 вопросов парламентарии посвятили внесению изменений в генплан города. В том числе решили выделить участок по улице Воронежской под строительство школы для одаренных детей, так сказать, Краснодарского-Сколково. Обсудили вопрос острой нехватки спортивных объектов для детей и подростков, а также школы искусств. Как отметил глава города Евгений Первышев, значительные средства уже запланированы для этого в бюджете края. Эти субсидии в администрации края, вопрос теперь в расторопности наших собственных служб по формированию земли, по проектной документации. На следующий год мы уже можем обращаться. Мы же сейчас вот как раз должны будем приобретать трехэтажное здание, готовое полностью на гидрострое, именно под родник, под музыкальную школу. Всего на 60-м заседании Гордумы парламентарии рассмотрели 25 вопросов, в том числе вручили удостоверение и значок депутата Андрею Анашкину. Он был избран в Думу 6-го созыва 9-го сентября. Он опередил четырех других кандидатов, набрав 62% голосов. Депутаты также утвердили решение установить бюст генерала Трошева на территории 98-й школы, которая носит имя прославленного военачальника. В конце 90-х, в начале 2000-х годов он командовал федеральными войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане. Генерал-полковник Геннадий Трошев погиб в авиакатастрофе ровно 10 лет назад. Он похоронен в Краснодаре, и одна из улиц краевого центра носит его имя.